Добрый день, дорогие мои друзья, youtube.com, Нила Гурзуф, приветствую вас на своем канале. Итак, дорогие мои, Гурзуф любит и приветствует вас. Сегодня замечательный день июльский, июль-июль. Прекрасное море. Бухта Чехова внизу. И гости нежатся в лучах солнца. А в море-то как классно. Искрица серебром отливает бирюзовая волна в море. И гости плавают. Замечательная, замечательная пора отдыха в нашем Гурзуфе, в нашем Крымском полуострове. Это просто замечательный июльский отдых. Вот парки санаториев. Утонули санатории прекрасной зелени парковой структуры. 230 лет парком. Пляжи все наполнены. Я специально пришла сюда. Это в скале. Скальная тут у нас кафе-ресторан. Отличная кухня. Прекрасно вообще тут отдыхается. Представьте, вы сидите вот там у нас внизу столики. И гости отдыхают. Бриз морской. Ой, такой аромат. Такой струится. Прекрасный аромат моря черного. Здесь у нас, кстати, можно отведать шашлычок и прекрасный у меня. Вот так, вот так. Вот они. А теперь сюда приплыли. Велосипедки уплыли. А здесь у нас... Вот. Это типа каяк? Нет, это по-другому эти доски называются. Сейчас во всем мире так плавают. Отлично. Вон. Ребята так спокойненько грибут. Там у нас вот эта бухта Чехова. Дальше здесь музей имени Антона Пау Чехова. А дальше у нас лодочная станция. Вот как раз за этими вот скалами. Портик бурзулский. Где можно брать на прокат лодки, катамараны, мотоциклы. То есть все это есть. В машлюпках кататься можно. Ну и вот ребятишки практикуют греблю такую. Он может сесть, он может стоя. Ну вот их уже четверо их уже. Не знаю, кто-то там есть, еще нет. Но вчера мне как раз показали именно вот эту лодку. Можно на нее даже, кстати, установить и парус. И пойти по ветру. По ветру. По ветру. А ветерок сегодня есть. Такой приятный. Ветерок со стороны востока идет. Направление течения. Это теплое течение. Прекрасный-прекрасный берег. Гурзуфа. Замечательный образ. Вообще здесь можно брать лодки на прокат. И на небольшую группу там. Можно и на человек 100-150 даже у нас есть лодки в нашей акватории. Заказать и плыть в сторону Аюдага, где скала Даллар. И вот эти живописные красивые места. И там очень красивая акватория. Если вы не в Нейтраку, а вы в море уходите, то вот открывается вот шикарный панорамный вид на гор, на лесной массив, на Бурзуфскую седловину. Ну, вон еще прогулочный катерок плывет. Это катерок плывет на заказ. Сейчас вот там, около пляжа, там швартовка. И там заказчики уже ждут. Ну вот, дорогие мои. Вот сколько их тут. Раз, два, три, четыре, пять. Пять лодок этих. А мышцы будут классно работать. Красивые, накаченные. Кто в море плавает весь сезон, здоровье необыкновенное получаете. А сюда можно, кстати, еще приезжать. И здесь останавливаться с семьей на год. Дети могут в школе учиться. Здесь зимой море. Температура воды, конечно, и 11, и 12. Бывает и даже до 8. Но самые такие коварные месяцы, это декабрь, январь, может быть, даже февраль. А бывает, что январь-февраль. То тогда можно посещать бассейн в санатории в Гурзовском. Это вот у нас первый вот этот парк. Вот этот вот зеленый мастик такой, с зелеными крышами. Это парк в санатории в Гурзовске. И там есть бассейн с морской водой. Можете продолжать удовольствие плавания. Плавание – это отлично. Это лечебный вариант. Особенно для людей с оборно-двигательной системой повреждений, если есть какие-то, или даже врожденные. Вот так, дорогие мои друзья. Да вон они, вон они нежатся. В чеховской бухточке. Плавцы. Не спускаясь ни с кафе. Там, конечно, очень роскошно. Я сейчас могу спуститься и показать. Зал такой прекрасный. И это замечательно, дорогие мои. Проверяю удовольствие. Я давно хотела сюда прийти. Мне нравится это местечко. А вот внизу, если так вот посмотреть, прям совсем на камешке, то на этих камнях люди нежатся, греются. Это, можно сказать, равносильно сауне. То есть очень горячие камни на солнце. Прогревается человек. Ну и потом, чтобы не было, конечно, перегрева, ныряет в водичку. Водичка тепленькая, где-то 24 градуса. Это самая-самая прекрасная вода. И такой контраст. Прийти в музей Антона Павла Чехова, посетить его. А потом спуститься сюда и вот в камешках понежиться. Сейчас я когда в нее спущусь, то я там покажу. Там небольшой такой пляжик с камешками морскими. Замечательно. Просто я в восторге. Я сегодня получаю огромное наслаждение. И я хочу, чтобы вы также, дорогие мои друзья, получили прекрасное наслаждение от Гурзурского берега, от нашего Черного моря. Сейчас я поднимаюсь повыше. Тут у нас вот такая вот пальмочка. Это электронная такая. Она светится и вечером видно. Очень такое зрелищное кафе. И вот я показываю... О, чайка так парит красиво. Я показываю вам, дорогие мои друзья, вот это вот. Это Генуэзская именно крепость в этой скале. Она на ее вершине. Там останки крепости. И здесь, кстати, вот именно в этой скале есть сквозной брот. И открывается вид на ту сторону за скалой. На гору Айюдак. На скале Доллары. На Шаляпинскую скалу. И на ту красивую акваторию моря. Итак, дорогие мои. Спускаемся вниз. Спускаемся вниз. Замечательная пальмочка. Светильник такой. Вот так. Сейчас мы идем в кафешку. Да. Вот по таким ступенечкам. Каменные ступенечки. Ой, а такой ветерок морской. Такой воздух. Насыщенный, приятный, хороший морской воздух. Отлично. Ну вот, пожалуйста, вы можете вечерком посидеть и заказать себе даже шашлячок. Такой зеленый дворик. Отлично. Итак, дорогие мои. Сейчас гости ушли. И у меня сейчас как бы свободно можно пройти здесь. Вы здесь можете заказать целым коллективом. Здесь прекрасно можно посидеть. Здесь такие чудесные столики. И вот открывается вот этот прекрасный вид. Зуф – это замечательный отдых. И вот так вот, как мы сейчас уже находимся в целом. Очень красиво. Такое место. Или может быть. Да. И вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И посидеть вот в этом замечательном, уютном уголке, где просто рай небесный, я по-другому не могу сказать. Продолжение следует... Продолжение следует...